Я из города Новокузнецка, занимаюсь маркетингом уже очень давно, сказал, 15 лет, вот, и сейчас мы основали вместе с моим партнером Беспаловой Евгенией компанию по внедрению цифровой платформы VDS в городе Новокузнецк, пока располагаемся, Сибирь Консалтинг, и сегодня я буду представлять собственника одного из наших клиентов, замечательных, их много, и они у нас все замечательные, это основатель магазинов спортивного питания Bodybuilding Shop в городе Новокузнецк Сергей Бобро. Он сегодня, к сожалению, не смог выйти на связь, поэтому я буду рассказывать сегодня его результаты внедрения, ну, как говорится, от его имени. То есть Bodybuilding Shop – это сеть магазинов в городе Новокузнецк, представлена она тремя магазинами, а также доставкой готовых рационов сбалансированного питания BeFood. Вот, то есть здесь вот указан инстаграм. Мы зашли на проект, немножко расскажу про Сергея Боброва, он спортсмен профессиональный, вот такой вот красивый молодой человек, у которого была когда-то такая большая мечта открыть магазины, он сам занимался, достигал результатов, он чемпион, и он мечтал о том, что когда-то откроет магазины для спортсменов и будет продавать то качественное сырье и те продукты, которые будут помогать достигать результатов. Таким образом, собственно, и появились магазины Bodybuilding Shop. Сергей постоянно находится в поисках, он эффективный руководитель, он находится в поисках эффективных решений. Собственно, в 2019 году он приобрел себе UDS в бизнес. До этого он использовал уже систему лояльности, она была внедрена у него в бизнесе. Вот, но стал вопрос о смене учетной системы. После смены учетной системы его предыдущая система лояльности не интегрировалась, то есть не было технической возможности. И тут так случилось, что он обратил внимание на платформу UDS. Собственно, техническая возможность интеграции сразу же была применена. И с 2019 года Сергей, вернее, с октября 2019 года Сергей внедрил себе в бизнес UDS. До внедрения было роздано 7 тысяч пластиковых карт по системе лояльности. И ежемесячно затраты на смс-рассылки составляли около 20 тысяч рублей в месяц, то есть по всей базе клиентов. Когда, ну, тут исходные данные, когда мы, как профессиональные внедренцы, заходили на внедрение, клиентская база к тому времени уже была оцифрована. То есть Сергей большой молодец в том плане, что они внедрили оцифровку клиентской базы и были достигнуты следующие результаты. 4 234 клиента, из них 3 956, совершали покупку. И фактическая скидка составляла на тот момент 14%. Также уже работал реферальный маркетинг, то есть рекомендации. По рекомендациям было 492 клиента, которые совершали покупку на 583 тысячи рублей. Какие цели мы ставили основными? С чем пришел к нам заказчик? Это сохранить объем продаж после окончания сезона, так как мы заходили в апреле на проект, и дальше уже был не сезон. Соответственно, Сергей стоял задача сохранить объемы продаж, обучить персонал и также определить самые эффективные рекламные источники, то есть куда можно вкладывать деньги для привлечения клиента. Такие задачи стояли у собственника. Давайте теперь посмотрим, что и получилось у нас после того, как мы зашли на проект. Мы сделали анализ аудит консоли, разработали продающий дизайн страницы. Это очень важно. То есть то, как представлена компания в приложении, я обязательно скажу, на что влияет это, потому что вы видите это в цифрах. То есть вот так красиво выглядит компания в приложении. Это УТП, то есть универсальное торговое приложение, которое мы вынесли на главную страничку, и клиенты могут сразу видеть все о компании, что помогает клиенту быстрее принять решение, присоединиться и сделать покупку. Мы заполнили прайс позиций товара с забавой. У сети Bodybuilding Shop есть свой интернет-магазин. Это франшизная сеть, и в Новокузнецке есть свой интернет-магазин. И когда мы говорили о том, что есть крутая возможность запустить продажу через мобильное приложение, Сергея задача такая не стояла. Он сказал, да, попробуем, потому что, ну, продает сайт и продает. И мы заполнили позицию прайса и пошли заказы. То есть мы видим, что людям удобно пользоваться заказами через мобильное приложение. На сегодняшний день база клиентов оцифрована за 11 месяцев 7860 клиентов. Помните цифры до того, как внедрена ИДС была? 7000 клиентов за три года. Здесь 7860 клиентов за 11 месяцев. И благодаря тому, что у нас есть возможность отследить аудиторию, мы выявили, что большинство покупок совершает, как ни странно, женщины. То есть это спортивный магазин, магазин спортивного питания. И такие стереотипы были в том числе и у собственника, что больше покупает мужчина. На самом деле мы выявили, что покупает больше женщины. То есть портрет целевой аудитории виден. Далее у нас появилась возможность отслеживать сарафанное радио. И, то есть вот можно посмотреть на слайде. На первом уровне это те, кто приобрели в магазине и получили там карту. Купили 6 220 человек, не совершили покупку 191 человек. Очень высокая конверсия в покупке идет. Купили на втором уровне, это те люди, которые передали рекомендации. Уже купили 427 человек, не купили 561. И так до пятого уровня. У нас есть пять уровней рекомендаций. И смотрите, мы при правильном работе с функционалом UDS нам удалось достигнуть результатов работы с сарафаном. И вот сейчас я вам покажу вот эту цифру. То есть покупки по рекомендации со второго уровня составили 1 646 051 рубль. Это те деньги, которые пришли в кассу дополнительно по рекомендации в бизнес. Следующее. Мы увеличили количество при помощи UDS. Нам удалось увеличить количество операций, пришедших клиентов, пришедших по рекомендации. То есть это влияет на возвратность. То есть весь функционал, который зашит UDS, нужно его необходимо просто все использовать, пользоваться по полной программе для того, чтобы выжить максимум. Собственно, вот примеры, где удалось, да, до внедрения, получается, профессионального до 1 апреля показатели и показатели продаж после 1 апреля, они растут. Помните, что было в апреле, да, то есть это была пандемия, и все закрылись на самоизоляцию, бизнесы многие вообще перестали работать. Мы работали, мы продолжали работать, потому что есть продукты питания, и у нас росли продажи. Как мне парадоксально это звучит? Вот. Дальше. У нас появилась возможность отслеживать источники трафика. То есть я говорила о том, что когда Сергей давал запрос на то, чтобы работали вместе, он просил, ну, как бы, выяснить понимание, куда же мы вложить деньги в рекламу. Собственно, мы создали источники трафика, то есть это функционал вшит в консоли приложения, и отследили, то есть раньше, когда еще не было до обновления, мы сделали ссылочку, и мы смотрели, что с приложения, у нас вот оцифровалось 14 человек, которые до сих пор приходят, покупают, 7 пришли, купили на 68 тысяч. Дальше мы начали оцифровывать соцсети. Здесь вот немножечко мелко, но тут есть ВКонтакте. Это один человек оцифровался, он же и купил на 1740 рублей. Далее Инстаграм, то есть мы подключили профессиональных СММщиков и начали работать с Инстаграмом, вкладывая туда, конечно же, деньги. Но мы видим, что идет отдача, то есть 30 человек уже оцифровались с Инстаграм, 13 пришли и купили на сумму 60 тысяч 583 рубля. То есть каждая копеечка мы ее контролируем, каждый расход мы обосновываем. То есть вот мы потратили столько денег и получили вот такую конверсию. Самое интересное, что UDS, он не позиционируется как источник трафика, но тем не менее в нашем случае получилось так. То есть помните, я вначале говорила о том, что важно очень красиво и продающе заполнить вашу консоль. Так вот, это все влияет на продажи. Вот сейчас вы видите кнопочку UDS. Когда мы открываем консоль и видим карту предприятия, мы нажимаем «Присоединиться», собственно, и попадаем в клиентскую базу. Источник трафика этот называется UDS. Вот цифры, которые приведены из консоли. 129 человек присоединились по этой кнопке, 50 уже дошли своими ножками до магазинов и совершили покупку на 94 634 рубля. Я считаю, это очень замечательные цифры, потому что раньше не понимали, да, откуда и куда, откуда приходят люди, куда лучше вкладывать рекламу. То есть этот вопрос отпал. Мы понимаем, что нужно усиливать сильное. И вот на сегодняшний день данные источники привлечения клиентов принесли порядка 210 тысяч рублей. Дальше я говорила о том, что мы запустили интернет-продажи через мобильное приложение. Это скрин-консоли. Собственно, идут заказы. И мы понимаем, что людям удобно пользоваться мобильным приложением. У него есть, повторяюсь, интернет-магазин, в котором тоже есть покупки. Там также совершаются покупки. Но люди переходят в мобильное приложение. Есть такая позиция замечательная, то есть функция в EDS – это кросс-маркетинг. Там зашиты электронные сертификаты. Там зашита возможность обмена QR-кодами. То есть таким образом, используя этот функционал, мы настроили кросс-маркетинг со всеми такими крупными фитнес-центрами и тренажерными залами нашего города. И не только тренажерными залами. То есть были задействованы сферы красоты, то есть сферы общепита. То есть мы постоянно находим новых партнеров для кросс-маркетинга. И видим, что это работает. То есть это еще один момент, который помогает следить эффективный канал привлечения клиентов. Вот. Благодаря этому инструменту, кросс-маркетингу, и тем партнерам, с которыми нам удалось запартнериться, у нас появился на свет проект, который сейчас реализован в городе Новокузнецк, спортивная Сибириан трансформация, вот, в котором тоже объединение такое произошло, партнерское. Поэтому этот нетворкинг и кросс-маркетинг можно использовать на развитии, усилении своего бизнеса. Ну, что в качестве мы и делаем. Что мы делали дальше? Мы проработали с персоналом и добились сокращения фактической скидки. Вначале она была 14%. Мы добились, что скидка снизилась до 12% после внедрения. И сократив всего лишь на 2% скидку, мы получили 438 тысяч рублей в кассу дополнительно. Вот. То есть и мы работаем дальше над снижением этой скидки при помощи правильной постановки и снятия фокуса персонала со скидки на кэшбэки, на допродажи. Вот. Историю одного клиента хочу рассказать. Здесь скрин из консоли по моему партнеру Евгении Беспаловой. То есть мы не спортсмены, но будем мы и скоро, наверное. Нам присвоили 25% кэшбэк, это максимальный кэшбэк. Что мы видим? Мы стали покупать больше. То есть Евгения за полгода она покупала на 30 тысяч рублей. То есть психология такая, да. Я иду и понимаю, что у меня 25% кэшбэк, и я беру, беру, покупаю больше. Мы сделали аналитику по всей консоли и поняли, что такие клиенты, которые имеют повышенные кэшбэки, покупают больше и приносят к нам больше денег в кассу. Вот. То есть нам удалось усилить бизнес с помощью функционала EDS. Ну, я скажу в конце, сколько это процентов. До внедрения, да, составляли результаты продаж и после внедрения. Это скрин из личного кабинета. Ну и, собственно, суммарный экономический эффект внедрения EDS составил 120 тысяч рублей. Экономия на выпуске пластиковых карт. Покупки по рекомендациям составили 1 миллион 646 тысяч 51 рубль. Эффективные каналы привлечения клиентов принесли 210-367. Экономия на смс-рассылках 220 тысяч рублей. Это причем одна рассылка. Мы теперь их делаем 8 в месяц. Сокрещение фактической скидки на 2 процента. Это 438 тысяч рублей дополнительно в кассу. Ну и вот за период внедрения с апреля по сентябрь 2020 года по сравнению с 2019 годом продажи увеличились на 36 процентов. Это пандемия, самоизоляция, но мы работали. Соответственно, экономический эффект от внедрения EDS на сегодняшний день составляет 2 миллиона 634 тысяч 418 рублей. Ну, собственно, это было все. Мое время, наверное, уже подходит к концу. Благодарю вас за то, что уделили время и внимание. Аня, спасибо тебе большое за твой кейс. Действительно, впечатляющие результаты.